Жители Агропрома, обеспокоенные сложившейся ситуацией, связанные с планируемым строительством мебельного кластера в непосредственной близости от их домов, встретились с потенциальным инвестором, генеральным директором фирмы «Грант». Встретились для того, чтобы задать ему все интересующие их вопросы и разъяснить былые недопонимания. В разговоре затронули темы экологической обстановки в Агропроме и сохранения зеленой полосы, обеспечивающей естественный барьер от предприятий соседних районов и благоустройства окружающей местности. Главное, что пояснили местным жителям. На территории бывшей воинской части, занимавшейся хранением ГСМ, планируется построить предприятие по сборке готовой мебели, соответствующей самому низкому пятому классу экологической опасности. При этом инвестор подчеркнул, что он не намерен уничтожать зеленую зону вокруг потенциального предприятия. Напротив, выразил готовность высадить новые деревья. Также жителям было обещано участие частного капитала в благоустройстве микрорайона Агропром, в частности, возможность строительства спортивного городка. Это чистовая заготовка, которая приводится в два цеха. Два цеха – это просто разное направление. А где он занимается? Это на ДСП, ДСП, это дерево. Да, из дерева. Почему речь говорит? Мы сейчас говорим о классе опасности. ДСП – это действительно выброс фармобегидов. У нас ДСП не используется, у нас только дерево, поэтому выбросов фармобегидов не будет, поэтому низкий класс опасности. Мы работаем на сырье краношпан. Краношпан – это город Егоревск. Это то же самое, вот стол, где мы сидим сейчас, вот такая метра. Для перейти на более современные цеха, которые еще современные, которые у нас есть, это группа СЧМ, которая поставляет оборудование в Россию. И мы с ними сотрудничаем по стандартам, по оборудованию. То высококлассное оборудование итальянское будет применяться здесь для доработки березовых изделий и сборки. Жители Агропрома и Инвестор договорились провести следующую встречу в начале мая уже непосредственно на территории, где планируется построить мебельное производство. Поиск конструктивного решения, которое удовлетворит все стороны, продолжается.